Друзья, всем привет! Вы на канале ProComputer и мы продолжаем серию уроков по программе Microsoft Excel. И в этом коротком видео я вам покажу, как найти разницу между числами в процентах в программе Excel. Допустим, у поставщика была одна цена, стала другая. Как это отобразить все в процентах? Это будет короткий видео урок. Ставь жирный лайк и обязательно подписывайся на канал. Также я тебе рекомендую посетить сайт ru-meteotrend.com. Тут только правдивая информация о погоде в любой точке мира. Добавь сайт в закладки и пользуйся каждый день. Ну а мы начинаем. Итак, поехали! Перед нами каталог товаров. Здесь у меня есть телевизоры, которые покупались в одно время по одной цене, потом они подорожали и теперь нам необходимо вычислить разницу в процентах. Кстати, телевизоры я рекомендую покупать вам на Яндекс.Маркете. Ссылка будет в описании. Здесь все диагонали. Также здесь есть отзывы, характеристики и самое интересное, что вам будет по ссылке скидка. Но урок не об этом. Возвращаемся дальше. И теперь давайте создадим точно такую же таблицу с нуля пошагово для того, чтобы вам было все понятно и доступно. Итак, давайте сделаем аналогичную таблицу справа, чтобы вам все было понятно. Итак, телевизоры. Расширяем ячейку. Старая цена. Расширяем. Новая цена. Отлично. Здесь мы номенклатуру пишем ручками. Старая цена пишем 100 тысяч. Здесь 200 тысяч. 300 тысяч. 400 тысяч. В общем, прописываем числовые значения. Я думаю, нам вот этого будет достаточно. Остальное уберем. И новая цена. 200 тысяч. Здесь такое число. Здесь такое. Давайте у этих столбцов мы сделаем выравнивание по центру. И мы забыли еще добавить столбец с разницей в процентах. Все. У нас готова теперь таблица. Один из важных нюансов. Чтобы формула работала корректно, нам необходимо выделить данный столбец левой кнопкой мыши. Теперь правой кнопкой мыши мы вызываем контекстное меню и переходим в раздел формат ячеек. Здесь мы ставим денежный и два раза щелкаем по вот этому значению. Обратите внимание, у вас здесь должно появиться обозначение рубля. Теперь мы выделяем точно так же следующую ячейку левой кнопкой мыши. Правой заходим в контекстное меню, формат ячеек. Здесь мы выбираем опять денежный и нажимаем ОК. Вот бывает не с первого раза срабатывает. Еще раз формат ячеек, денежный. И вот давайте сейчас попробуем по выделенному элементу два раза щелкнуть. Вот у нас появился значок рубля. Все, наша таблица готова. Еще раз повторюсь, чтобы работала формула корректно, у вас должно быть формат ячеек денежная и значок рубля. У меня по-другому почему-то не работало. Теперь нам необходимо прописать простую формулу. Для этого мы ставим курсор в свободную ячейку колонн-разница. Ставим знак равно. И у нас довольно-таки будет сейчас простая формула. Нам необходимо от новой цены отнять старую. То есть выделяем новую цену. Ставим знак минус на клавиатуре. Отнимаем старую цену и делим на старую цену. Ставим курсор мыши после знака равно и берем вычитание в скобочке. И нажимаем enter. Выделяем столбец разница. Заходим в формат ячеек. Здесь ставим процентный и нажимаем ok. Чтобы применить ко всем товарам данную формулу, нам достаточно выделить данную формулу и потянуть вот за этот вот маленький квадратик вниз. И она применится на наш каталог. Вот соответственно вот такая разница у нас появилась. Давайте еще пройдемся. Еще разок это закрепим. То есть формула у нас простая. Вот подсказка. Колонки у нас. H2 это новая цена. Отнимаем колонку G2 это старая цена. И делим на старую цену. Еще раз повторюсь. Не забудьте. У вас должно здесь стоять формат ячеек денежная. И вот такое значение. Здесь тоже самое. Формат ячеек денежная. Колонка разница в процентах. Формат ячеек у вас должно стоять процентный. Надеюсь этот короткий урок был полезен. Ставь жирный лайк и обязательно подписывайся на канал.